МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Тема дня». Меня зовут Анастасия Шакирова. До главного праздника страны осталось два дня. 9 мая мы будем отмечать День Победы. В этот день мы будем говорить спасибо нашим героям, нашим ветеранам. Именно им сегодня посвящена наша программа. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 308-111 и оставить свои пожелания или вопросы. Сегодня у нас в гостях Китанов Григорий Леонидович, председатель Совета ветеранов Нижнекамского муниципального района. Григорий Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! Накануне в нашей группе ВКонтакте стартовал опрос. Мы задавали вопрос нашим телезрителям, какой след в их семье оставила Великая Отечественная война. Сейчас вы видите этот опрос на своем экране. Вы можете принять в нем участие, перейдя по ссылке, по QR-коду, который видите на экране. В конце программы мы обязательно подведем итоги. Но сейчас, Григорий Леонидович, я предлагаю начать наш с вами диалог. День Победы, Великий Праздник. Сколько человек, ветеранов, ушло на фронт Снежнекамского муниципального района? Ну, на начало войны наш район был Шереметьевский. Центр был в Шереметьевке. Было призвано с Нежнекамской земли 7833 человека. Из них погибло и пропало без вести 4885 человек. Домой вернулись 2933 человека. Вот такой расклад. Какой ценой досталась нам победа в Великую Отечественную войну? Сегодня сколько в нашем районе ветеранов? Ну, я хочу сказать, вот нашему совету ветеранов исполнилось 42 года. На момент создания его у истоков стояли наши ветераны. Их было 4,5 тысячи. Значит, вот те, которые вернулись с фронта, и те, которые приехали строить Нежнекамск. Вот 42 года прошло. 77-я годовщина подходит. У нас осталось ветеранов Великой Отечественной войны всего 39 человек. Из них непосредственно участников 19. Сегодня один из них уже тоже ушел в мир, иной умер. Салимов в Ташлыке. В это число входят также еще 4 несовершеннолетних узники концлагеря и 4 жителей блокадного Ленинграда. Вот весь фонд наших победителей остался. Вы уже начали поздравлять их с предстоящим праздником, я знаю. Как это поздравление проходит? Ну, здесь мы поработаем полной единой командой, администрацией, муниципальной власти, значит, школы. Сегодня, надо сказать, что самому молодому ветерану Великой Отечественной войны за 95 лет. Многие из них уже не выходят из дома, учитывая еще ковид. Вот, значит, идут поздравлять и от администрации нашего города, района, значит, школьники. Идут агитбригады. Подходят к подъезду. Если участник войны сможет спуститься, он спускается к подъезду, и там идет концерт. Поздравляет его. Если уж он не сможет выйти из квартиры, значит, то смотрит в окошко или с балкона. И это им очень радостно. Они, воспоминания у них хорошие. Вот такое поздравление. Конечно, и открытки есть, и подарки есть. Сегодня есть продовольственные наборы хорошие. Вот имени президента республики, от имени руководителя исполнительного комитета нашего города, района, Рамиль Ханновича Мулина, это все вручает торжественно. И мы считаем это достойно. А вообще, если говорить о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, что это за меры, какие они сегодня есть? Меры поддержки участникам войны, приравненным, значит, у них есть льготы на ЖКХ, субсидии. Через пенсионный фонд они получают где-то до 5 тысяч тоже у них. Также есть вопросы, которые представляются им снаторно-курортное лечение. Ну, если они не могут выехать, значит, то можно взять в денежном выражении. Это тоже, считай, под спорь. К юбилейным таким годам победы бывали еще и указом президента выделяются определенные суммы. Ну, сегодня год 77, значит, не юбилейный. Так что вот такая поддержка. Григорий Ильинич, раньше были тимуровские бригады, которые брали под шефство ветеранов. Сейчас как-то такая работа проводится? Может быть, какие-то волонтерские движения? Есть волонтерские движения и среди школьников. У нас примером был это Шереметьевка, которые помогали ветеранам и делали доброе дело. Смотрели за захоронениями. Чистили могилы на кладбище. Это очень хорошее, значит, такое было. Вот они еще, кстати, стену памяти сделали при спуске в Шереметьевку. Когда тоже наши учащиеся очень активные. Районная дума здесь там верховодит. Вот, конечно, это очень хорошо. Но есть волонтерство и среди пенсионеров, так сказать, серебряного возраста. Вот у нас даже мои заместители там в своем подъезде ходят, наблюдают за своими соседями, помогают. Так что у нас есть служба социальной защиты. Мы очень тесно работаем с этой службой социальной защиты. Ну и, конечно, вот вчера мы выходили комиссионно с депутатами в ЦРБ. Посмотрели гериатрическую службу, значит, спалиативную службу. Как это идет все. Это очень нужно. В этом возрасте эта структура очень нужна. И мы благодарны. И благодарным учащимся, которые помогают нашим ветеранам. И тем, кто серебряного возраста. У нас в Камерских полянах есть Деммахина. Значит, она у нас даже на учебу ездила, вот, помогает. И у нее там есть своя группа с волонтеров. Они это дело делают. И мы им признательны. Ну, вообще, у нас есть одинокие участники Великой Честной войны, которые вот... Ну, как таковых сейчас особо... У всех есть дети. И это самое главное. Когда вот в семье это заложено, так сказать, Это дорогого стоит. Надо, чтобы приемлемость поколений была. Чтобы наша молодежь подрастающую видела, как за их дедушками, бабушками, прадедушками ухаживают. А ведь придет время, когда они станут взрослыми. Как вот они относятся, значит, к этому поколению, так и к ним придет время, будет относиться, наверное, так же. Тут надо ухо держать в остро. И это очень примечательно. И, конечно, приходится вникать. В какие-то семьи, где-то там бывают инциденты. Говорят, вникать в чужой дом хуже нет. Но если уж приезжал, так сказать, позволяет, значит, что-то случилось, там мы вникаем. Помогаем, подключаем социальные службы. Значит, там где-то адвокатов, где-то медицина. То есть юридическую помощь тоже? Да, конечно. Если нужно. Без этого мы не можем. Пожилым людям надо оказывать всякую помощь. Вот уже через два дня ветераны в сопровождении своих детей пойдут на нашу главную площадь, площадь Победы. И там для них будет парад. Немножечко расскажите, какие сюрпризы нас ждут, программы? Ну, сюрпризы не принято раскрывать, так сказать. Все будет, будет сбор, будет мы вот ветеранов своих. Я приглашаю, кстати, пользуясь случаем наших всех ветеранов, пенсионеров. Сбор будет, по-старому буду называть, у крыльца дома техники. Значит, формируется наша команда, так сказать, пенсионеров, ветеранов. Потом, значит, где-то без пятнадцати, значит, десять к нам подходит руководство города-районом, спускается сверху, там будут еще выставки. И потом мы идем уже на парад. Сегодня дело ведь дошло до того, что вот участники войны, они, ну, не ходящие, не говорящие. И мы уж вот тут выходим из положения, чтобы ответную речь от ветерана кто-то сказал. Мы уже, наверное, третий год просим Дыранову Альбину Павловну, несовершеннолетнюю узенька концлагеря. Она у нас оргкомиссию в нашем совете ветеранов является председателем, возглавляет. Она вот вот ответная речь и выступает. Будет прохождение, значит, коробок, значит, наших силовых структур. Школьники, лучшие из вода, которые показали себя лучшим, хорошим, как тренировка была, значит, конкурс строя песни. Ну и, конечно, детсадники нас порадуют. Вот у них был 29-го конкурс строя песни. Мы просто настолько-то красиво и настолько, нет, добросовестно относятся к выполнению этих обязанностей. Прям загляденье одно. Надо сказать, что мы, Совет ветеранов, учредили три кубка для проведения конкурса строя песни. А у нас, как принято, с 20 января по 23 февраля проходит месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы. И вот Совет ветеранов учредил три кубка имени героев наших земляков. Абызов, герой Советского Союза, Ибрагимова Гаррифа Ибрагимовича, значит, уроженца, Абызов Еланта уроженец, Ибрагимов Каенлы и Заев уроженец Смыловки. И мы вот самым лучшим взводом среди студентов, среди школьников, среди цадников вручаем им этот кубок. Так что все лучшее, что сформировалось, должно выступить на параде. Конечно, будут артисты, будет каша полевая, без ее никак нельзя. Ждем. Будет работать такси Камила, который будет бесплатно подвозить ветеранов, если они в состоянии. Значит, там будут волонтеры, помогут. Но если уж нет, то вот, как сказали, будут поздравлять на дому, около своего подъезда. Но на дому ветеранов уже всех поздравили или поздравления продолжаются? Продолжаются, продолжаются. Вручают эти пакеты, поздравления, идет поздравление. Вот недавно поздравили Дальвовкарова Зинур. 98 лет. Хорошо говорит. Я хотел бы сказать, что у нас есть Голланова Екатерина Павловна, приборист, зенитчица. 97 лет. Освобождала Киев. И хорошо говорит. И возраст уж позволяет. Выходит еще немножко гуляет около дома. Вот почему мы выиграли войну? Потому что каждая семья, из каждой семьи кто-то был на фронте. И всем миром мы эту победу ковали. И фронт, и тыл. И потому-то вот нельзя нас победить. Мы едины в этом. Все для фронта, все для победы. Вот с этим лозунгом мы жили. И если уж и сегодня сложная обстановка, я думаю, что российского человека нельзя победить. Мы четко знаем свои обязанности. И что бы я хотел бы коснуться сегодня, с учетом того, что идет в мире. Русофобия. Из солдата-победителя Советского или Красной Армии сделали оккупантом. Это разве допустимо? Разве мы с этим когда-нибудь смиримся? Никогда. 27 миллионов погибло. Ради чего? Эти люди сложили головы. Чтобы их назвали оккупантами? Вот. И план Алиса Дальса, он сегодня работает вполне. И после окончания Второй мировой войны сразу у них стала такая цель, чтобы нейтрализовать, уничтожить Российскую Федерацию. Вот. И сегодня те события, которые идут на Украине, это полностью Англосакси этот мир. Он сегодня нас хочет уничтожить, разделить Россию на сектора. И, значит, мы не сдадимся. У нас сегодня другого выхода нет. Нам стоять надо до конца. И мы должны победить. И мы это победим. Конечно, война есть война. И жертвы есть. И жалко молодежь. Но иначе Российской Федерации просто может не быть. Так что патриотическое воспитание сегодня, оно очень важно нашего подрастающего поколения. И Совет ветеранов над этим очень плотно работает. В январе месяце я являюсь еще председателем Координационного совета по нравственному патриотическому воспитанию. Значит, мы поставили задачу перед властью сформировать программу патриотического воспитания населения, молодежи особенно. Сегодня она готова. Идет обсуждение, будет направляться в Совет районного Совета, который должен ее обсудить и принять. И там все будет расписано. Какая-то будет сумма заложена. Чтобы у нас и призывной возраст ребята знали, что есть закон, есть конституция, надо защищать свою страну. И что это почет на сегодня должно быть. Уважение к старшим. И я сколько раз говорил, и сейчас еще подчеркну. Патриотизм должен прививаться населению с молоком матери. Если этого не будет, сегодня в соцсети что делают? Молодежь вся там. А кто будет защищать сегодня государство наше? Я молодого человека спрашиваю, а кто будет защищать твою семью, если ты не хочешь служить? Я очень признательно благодарен военному комиссару Фариду Камбаровичу. Он очень много сделал. Но сегодня обстановка такая, что надо всем миром это дело делать и уметь постоять за себя, во-первых. Физическая должна быть. Вот день призывника был, такой роскошный день был. Почувствовал, чтобы каждая семья, родители, сам призывник. Нас никто не защитит. Мы должны постоять за себя сами. И примером для этого, конечно, Вторая мировая война, участники и гибли, и возвращались. И мы сегодня ставим задачу себе такую. Совет у ветеранов я просил и власть поддержать нас. У нас 40 памятников в населенных пунктах нашего района. Мы взяли от Совета ветеранов для себя такие обязанности. Перед 9 мая мы комиссионно объезжаем их, смотрим, в каком они состоянии. Учитывая, что там за рубежом все разбили, разломали, снесли, мы должны это укрепить. Очень хорошая была большая работа проведена к 75-летию Победы. И вот я проехав 2-го, 3-го по району посмотрел памятники в хорошем состоянии. И я прошу от имени старшего поколения, чтобы шеств над этим святым местом взяла школа. Труд еще никогда никого не испортил. И чтобы вот это было от сердца. Более того, мы сейчас вопрос ставим некоторые населенные пункты уже сегодня не имеют ни одного участника войны. Чтобы сохранить все это я ставлю задачу такую, чтобы в каждом сельском поселении у памятника был плакат сделан, установлен. Они вернулись с Победой. Мы их должны помнить. Это святое дело. Если тот, кто забывает свою историю, у того не будет будущего. Это мы должны помнить. Григорий Ильич, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Григорий Леонидович, а у вас кто-нибудь из вашей семьи проходил войну? Да, у меня спасибо за вопрос. У меня отец был инвалид войны. Дядя по линии матери, ее брат родной, пропал без вести, был фельдшером. все служили. Так что так вот. И мне довелось быть 30 лет председателем призной комиссии здесь, в городе и районе. Мне эта тема близка. И шефские связи, все это значит. И те трудные года, когда был Афганистан, Северный Кавказ, пришлось принимать и груз 200, все это серьезно очень. Но надо жить дальше. Жизнь продолжается. Григорьевич, вы вообще очень много общаетесь с ветеранами, вы всегда рядом с ними. Может быть, есть какие-то яркие истории, которые вам запомнились, и вы можете нам их рассказать? Ну, ветераны есть, кто-то может рассказать, кто-то неговорлив, и такое есть. Значит, хорошо, что, надо сказать, отдать должное власти муниципальной. Вот, когда мы вышли с инициативой увековечить память наших героев, земляков, а у нас пять героев Советского Союза, пять полных кавалеров орденов славы, мы на пленуме рассмотрели этот вопрос и попросили власть увековечить память, установив бюсты. Власть это сделала. Мы очень признательно благодарны. Более того, значит, сделана электронная книга памяти. И вот, когда в прошлом году мы передавали останки бойца, наш поисковый отряд поднял у вечного огня, приехал там замглавы из города Катмыш, Челябинской области, они пришли, зашли в эту книгу памяти, набрали своих родственников, и все это вышло. Так что это очень хорошо. Если вот мы сегодня еще восстановим списки в каждом населенном пункте, это будет дорогого стоить. и мы инициатором были, конечно, Совет ветеранов, не даем власти покою, значит, установить памятник тружникам тыла и детям войны, он установлен на площади вечного огня, потому что победу ковали не только на фронте, без тыла, без продуктов, без обмундирования, мы практически, надо сказать, наши предки снимали последнюю рубашку с себя, не доедали, не допивали, все отсылали на фронт, ковали победу. И вот оно и случилось, когда мы живем, все для фронта, все для победы. Вот и сегодня нам надо выстоять. Так что много курьезных случаев было с участниками войны там. Были, конечно, не буду я их сейчас приводить, воспроизводить. я хочу сказать, что наша телекомпания в преддверии 9 мая мы тоже поднимем весь свой архив и покажем программы, которые выходили на нашем канале. Это программа, может быть, вы помните, такая была прекрасная мечта солдата. Программа Герои войны, Дорогами памяти. Вот все эти программы наши телезрители смогут посмотреть на нашем канале 9 мая. Архивные, интересные. Вот там как раз ветераны делятся своими историями. Я вам признателен телерадиокомпании. Сейчас повторяете вы. Знаете, я этот раз с таким удовольствием смотрел. Уже некоторые ушли в мир иной давно, а не записаны их воспоминания. Как это прекрасно, то, что вы сохранили. Вот это замечательно просто. Низкий поклон вам за ваш труд. Это уже на века сохранилось. И успеть надо записать. мы ведь провели большую работу по сохранению фотохроники семейной. И надо сказать, что наш совет ветеранов в республике занял второе место. Вот ходили учащиеся с управлением образованием мы все это делали. Записывали эти воспоминания. Кто-то успел, кто-то не успел. Вот вопрос в чем. Но мы это сделали. И эта книга памяти в большей части послужила тоже, чтобы эти данные вошли туда. И дай бог, чтобы в каждой семье это сохранилось. Григорий Ильич, я в начале программы говорила, что мы провели опрос в нашей официальной странице ВКонтакте. Мы спросили о том, какую историю оставила Великая Чечная война, какой след оставила вашей семье. Вот сейчас на экране мы видим результаты, как проголосовали нижнекамцы. 61% ответили, что их родственники воевали и вернулись с фронта. 45% трудились в тылу, воевали и погибли в боях 27%, пропали без вести 22%, были в блокадном Ленинграде. то есть у большинства все-таки практически не было той семьи в Советском Союзе, которой бы не коснулась война. И мы вчера посмотрели действительно спектакль «Не покидай меня». Тюз исполнил замечательный. Настолько трогательно. Надо молодежи предлагать, чтобы читали больше истории, не смотрели те, то, что нам подкидывают наши друзья в кавычках, а смотреть надо на свою историю. Так что есть над чем работать. И у нас молодежи замечательные. Я вот вчера посмотрел на спектакле, как они участвуют на конкурсе «Строй и песни», какую работу они волонтерскую проводят, как они убирают, чистят территорию памятников. Замечательно. Дай Бог это продолжится, чтобы в каждом семье помнили свою родословную. Мы проводим много и конференций научно-практических, «Жить, помня, корнях своих». Такие работы поднимает, такой пласт. Просто я всегда участвуем и замечательно. Григорий Леонидович, 9 мая нижнеканцы любят, приходят всегда очень много людей на парад. Ваши мысли, когда вы на все это смотрите, как бы ни говорили, людей много, и молодежь, и семьями приходят? Потому что это святой праздник. Это главный государственный праздник в нашем Отечестве. Я еще раз подчеркну, что каждая семья к этому празднику корнями уходит в этот праздник. Они святое дело помнить, помянуть. Человек ведь живет до тех пор, пока у него есть память. Пока мы помним, он живет среди нас. И бессмертный полк, тому доказательство, которое состоится в три часа, и инициатором его проведения тоже был Совет ветеранов. Дай Бог, что он пройдет в рамках, аккуратно, без происшествий. Я всех приглашаю на этот проход со своими родственниками. Пусть они пройдут, посмотрят, если есть такая с неба, какой город построен, потомки их построили, как мы живем. Дай Бог, будем жить лучше. Григорий Ильич, я хочу вас попросить, чтобы вы поздравили нижнекамцев с этим великим праздником. Ваши пожелания, ваши слова поздравления. Дорогие нижнекамцы, дорогие наши ветераны, я вас поздравляю с великим праздником Днем Победы. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. И самое главное желаю, дай Бог, чтобы на нашей земле никогда не было войны, чтобы мы жили мирно, уважая друг друга, несмотря на национальное невероисповедание. Мы все россияне, и давайте жить будем так, как жили наши предки. С праздником! Спасибо, Григорий за теплые слова, за поздравления. Телекомпания НТР присоединяется ко всем этим словам. Мы с вами прощаемся. Увидимся в следующую среду в 14.30. Это была программа «Тема дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова